Батюшка Я говорю, все анафемы в Библии, все они относятся к православным, в первую очередь. И нам не католиков надо клясть, а на себя посмотреть. Да, ну с удовольствием посмотрю, как только появится. Ну там увидите, если Господь благословит. Так, давай, что у тебя еще? Так, значит, несколько вопросов. Первый вопрос я однажды в открытым оком об этом читал. Вот уже сейчас не помню, либо в одной из проповедей ваших слышал. В общем-то, соотношение дух-душа-тело. Вот у большинства святых отцов они говорят душа и тело. И вот только, кажется, у Ирине Леонского, вот только он, по-моему, разделяет дух-душа и тело. Вот как это все понимать? Ну, большого тут, говорится, туману напустил воина СНСК. Он дух-душа и тело книгу назвал. А, ну да, да, кстати. В Библии встречается только два раза. И когда Бог творил человека, в духовном дыхании жизни ничего не было. И они тогда начинают, это троиственные, по образу троицы, только лишь бы бредить умом. Ничего нет, человек дуалистичен. У него тело, тело называется плотью, с костями, с кровью. И второе, душа, которая иногда называется духом. А когда вместе, это означает дух, душа и твой настрой, который ты получил от Бога. Дух веселый, дух печальный. Мы не говорим иными-то словами. А душа иногда, слово душа имеет, кажется, 28 значений в Библии. В одном месте означает это субстанция, которую Бог вдунул отдельно. Телефон. Телефон. Так, подожди, я не слышу. Говори. Держи себя. Добрый день. Я пока пролок подключу, подержите. Смотрите, только что снимать. Пальцы не суть. Ты могла бы позвонить через час хотя бы? Тут у меня, я по скайпу разговариваю. Я пролок с ним. С Богом, благодарю. Отошел. Вот видишь, один за другим в очереди стоят. Вот теперь душа. А душа это только душа. Да и душа это весь человек называется. С Яковом было 75 душ. У меня семья 5 душ. Мы же так говорим. Это предпочтение дается высшему. Душа-то выше тела. Ну, надо понимать. И душа его прилепилась к Дине. Почему прилепилась? Что она? К пластелин какой? Это означает, он ее полюбил и духом своим соединился с этой красотой, не желая расстаться. Самсон, когда бился, говорит, душа моя выходит из меня. Это означает жажда пить. И вот разные эти значения показывают. Не надо прилепляться к одному. Надо быть в курсе всего священного писания. И когда говорится о том, что человек троичен, это абсолютно неправильно. У него дух и душа. А где написано? И видел я под жертвенником души убиенных. Пятая глава Откровения. Души. А в другом месте, говорит, мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Евреям 12 глава. Значит, тут душа, а тут дух. А называется то так, то так. Нам разрешить нужно только один вопрос. Где говорится, чтобы в целости сохранились дух, душа и тело? Вы просто зарядите потом в поисковик, и вы увидите. Это как раз речь говорится о том настроении, когда мы в гармонии. Тело и душа наше, и тогда дух наш радостный. Легко ищи дух, аллилуйя, пою. Вот и все. Ответ закончен. И благодарю, Игорь Михайлович. Еще один вопрос. Такой большой, объемный вопрос. Он, в общем-то, имеет отношение, я считаю, в первую очередь только к христианам. Потому что, если сравнивать с другими религиями, и хотя там есть это определение вера, все-таки это вера, то есть понимание веры, совершенно не такое, как христианство. То есть я считаю, что только христианин может называть себя верующим на самом деле. И вот, допустим, буквально несколько выписок, конечно, вы о них прекрасно знаете. Все-таки что такое вера? Вера без дел мертва, вера спасает, вера вменяется в праведность, вера отслышания, вера надежда и любовь, но любовь из них более плод. Так, это только не здесь. Вера, действующая любовью, плюс определение веры на апостола Павла известная. Вот что такое вера? Вот к евреям посмотрите. Осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом. Все. Это самый классический образец ответа. Верю. То есть я не вижу. Мы сейчас верой движемся, а тогда увидим, как я верю небо. Воображать не надо, просто я верю. Я верю, что есть Бог. И сказал, Библия – это от Бога, они верующие Богу представляют его лживым. Вера, она превращается в полную уверенность. Это так. То, что я глазами вижу, я могу сомневаться. Это может быть мираж, может, сатана там строит козни какие-то. Слышу, я не доверяю ушам. Я всеми органами чувств могу щупать на язык, я могу сомневаться. А может, действительно, тут соединение каких-то компонентов химических. Ну, а вера моя преодолевает все это. Я знаю, Бог есть, есть ангелы. Есть три неба, не семь. Семь – это у мусульман. Люди даже не понимают, откуда хватает это. Вера, уверенность переходит. И я ожидаю, что это все сбудется. И, наконец, руки сложу на груди и скажу. Вижу, пришел. Не понаслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости груди, сложившей руки, вас обнимаю с этой стороны. Моя вера привела на небо. Я увижу святых и посылую их. Они помогли мне остаться истинным христианином, быть верным, приготовиться к страданиям. Вот это означает вера. Вера, когда я не вижу. Ты благословен, что Господь похвалил, говорит. Ты увидел, уверил, потому что увидел. Блаженный, не видевший и уверовавший. Видение и вера – это разные вещи. Я вижу, мне верить и не надо. А почему? Да, я знаю, ты живешь в Красноярске, преподаешь в университете, в академии. Мне не надо в это верить. Почему? У тебя документы показал. Я побыл у тебя, пожил и все. А когда я не знаю, я этого не видел, как там он воскрес? Свернуто было это или не свернуто? Плата отдельно лежала. Пришли женщины, камень отвален, не отвален. Это проверить никак нельзя. Нет ни камня, ни могила. Я просто верую, пробиваю все. Мне говорят, не можешь этого быть. А вера говорит, преодолей. И я говорю, есть. У меня сразу щелкнуло здесь. Да это ты просто зомби такой. Ну, значит, зомби. Я согласен. Зомби – оживший мертвец. К христианам это очень даже подходит. Да, кстати. Никогда не отвергайте. И когда говорят, вы фанатик, я этим словом хвалюсь. Я фанатик. Это значит фанатус, готовый умереть за то, за что ты борешься. Говорят, экстремист. Я экстремист. Почему? Доводящий до совершенства любое дело. Я желаю, чтобы быть христианином не по названию. А быть подлинным христианином. А что нужно? Вера. Молитва. Пост. Милостыня. Вот четыре, что мне крайне необходимо каждый день проверять себя. Я в 25 главу Евангелия от Матфея стараюсь войти туда. Даже мне иногда и невозможно, кажется, делать, но я знаю, это необходимо. Я приехал в Грецию, в Афинах. А больные у вас где-то есть? И сразу сестра повела меня и пошли. Он какой-то там грех или кто, поговорили. Я вот приехал сюда, первое, что сегодня я день провел, посещая больных. Это никакой тайны нет тут, скажешь, хвалишься. Я хвалюсь моим Богом, что Он мне дал покорность. И я с ними сижу, не могу нарадоваться. Она хватает руку, целует. Благодарит Бога, что я живой вернулся. Они все молитвенники мои. А в одно и трудное положение. Она не верила в Ветхий Завет, что от Бога. А я уходил, там вопросов не осталось. Верила только в одну главу 15 Евангелия Теана. И ходит в церковь. Каждую ночь молятся по 3-4 часа. А результата молитвы никакого нет. Я должен был все показать. Но это все не записано. Как бы у Володи это было, он бы все записал. Это большой, огромный, пользительный ролик был бы. Как бабушки тут говорят. А там можно даже прийти и побеседовать. Ну, не до этого. Не успеваю и так ноги подставлять. Следующий вопрос. Да, кстати, еще один вопрос. Его не записал, но хочу задать. Вот, например, есть инкарнаты, детские дома. Это не детские дома, это, наверное, инкарнаты. То есть там помещены люди, от которых либо отказались родители, либо... Ну, потому что они не просто там умалишенные. Да, у них такие вот тяжелые заболевания психические. Понятно, что они даже не только психические, да, когда там, кстати, там идиотии, там даунизма. То есть вот человеку даже сложно, вообще невозможно говорить. И вот, например, батюшка, говорит у нас в Красноярске, вот там вот единственное свидетельство, и то, что они там не срывают, не крушают, вот они вот повыше вешают иконы и так далее. То есть понятно, у них какое-то свое понимание. То есть вот вопрос, вот с такими людьми, как вот, скажем, разговаривать? Понятно, что там нет полноценного благовестия быть не может. Вот как в этом случае? Есть фильм такой, «Форпост», видели? Да, видел. Видели, вот там все сказано. Есть глухая, слепо-немой. Он ничего не знает, только ощупью. И он определяет, с кем разговаривает, ребенок сидит. Вот это образец. Я не имею опыта работать с такими людьми. Я даже не прикасался к ним. У меня другой опыт. Но я знаю, что один из методов, какой существовал на земле, это автаназия. Гитлер. Он определял, комиссия определяла, в печь, и родителям выдавали пепел или нет, и на этом все закончилось. Это лишний балласт в государстве. Их кормить, поить незачем. Но что удивительно, допустим, 150 тысяч идиотов нашлось. Как война кончилась, идиотов-то нету. Опять родилось 150 и остановилось. Это крест нации. И Гитлер, решая его, гениально просто, и он показал, что он сатана. Сатана. Потому что более гениального человека нет. Если Гитлер вывел из развалин, миллиарды кусок хлеба стоил, вывел в передовое государство, то Ленин, наоборот, из самого передового, самой низшей сделал. Ленин против Гитлера даже мошкой нельзя назвать. Но они оба одинаковые безбожники, а оба от сатаны. Как тот, так и другой. Но одного еврея хвалят, другого нет. Почему? Этим евреям он дал государство, которое 70 лет работало на них, а потом его приватизировали. А Гитлер толкал в печь. Но Гитлера большая заслуга, что он образовал государство Израиль. Это его. Гитлер, основатель Израиля. В «Огоньке» была статья большая, большая, Виталия Коротища, еврея. Я просто попутно хотел сказать, как с этими людьми обращаться. У меня опыта нет. Поэтому, если бы меня поставили на это дело, я бы ходил каждый день, присматривался, говорил, беседовал. Должны быть обихожены. Ну а дальше что будет видно? Это дети греха, дети пьянства, там что угодно. Кого нужно, Господь приберет. Но мы ни одного не должны подталкивать в могиле. Это наш крест. Только поэтому. Здравого смысла тут никакого нет. Государство, которое атеистическое, оно должно избавиться от них. Оно не нужно. Это балласт. Оно задействовано многие люди, многие средства. И никакой этот образ травоядного, говорится, мелкотравщего животного. Это ничего. Но я говорю с их стороны. А как христианин, я говорю, мы обязаны нести, заботиться, любить, целовать, обмывать, прищищать, крестить. Но у меня опыта нет. Я просто не знаю, как бы, может, что-то еще я увидел, вымолил у Бога. Я просто об этом никогда не молился. У меня опыта нет. Я знаю, как с преступниками. Немножко имею опыт с мусульманами. Опыта с буддистами у меня никакого нет. То есть я не встречался даже с ними. Встречаться я встречался и говорил. Они в интернете заходили где-то. Но я считаю все от сатаны. Просто у них там ничего нет евангельского. Никакого нет. Вопрос? Благодарю. Вот мы тут братом субботу рассуждали на эту тему. Вопрос так вот я сформулировал. Юродство Христа ради. Вот как явление оно имеет место быть и вообще имеет ли оно место быть? Есть ли этому место, обоснование этому месту на страницах Библии? Юродство Христа ради. Никакого. Придуриваться, как она пришла к архиерею и говорит. Я хочу вот юродствовать. Он говорит, зачем? Ты от природы дура. Тебе зачем? Ты такая есть. Оставайся. Апостол Павел говорит юродством проповеди. Он говорит, за что считают язычники. Какой дурью маетесь? Какой-то плотник, который сам себя не спас. Они всегда говорили. И вы его почитаете за Бога. Вы думаете? Дурнее ничего не придумаешь-то. И апостол говорит, хорошо. Но юродством проповеди мы спасаем людей. С их позиций. И юродство это самое последнее падение православия. Дальше идти некуда. И только юродиво, страна юродивых. И в православии сказки такие. То и Меля там на печи едет. То и Иван дурачок спасает. И поэтому ждут правителя, когда полный дурак придет, он спасет Россию. А если он умный, да еще и из компетентных органов у него ничего не получится. Это не та нация. Такие люди больше подошли бы к немецкому народу. Правители. Хорошо. Тогда вот в дополнение к этому вопросу, собственно, соотношение творчества и христианства, православия. Вот, скажем, пример очень яркий. Вот Петр Мамонов. Я его очень люблю. У него действительно очень такие человечные, очень интересные проповеди. Он интересно рассказывает, интересно говорит. И видно, что человек обратился, что это вот непросто. Это на самом деле прошел поворот. Но вот в то же время, да, ведь он продолжает заниматься лицедейством, собственно, актерством. Вот насчет этого вот мы с братом говорили в субботу. Вот как вот вы, наверное, говорили? Никакого различия. Святые отцы не делали. Актер или актриса ее приравнили только к блудникам. Если рассматривать этот канон, значит, и такие эти. Но тогда фильмов не было. И говорить о Иуде Бен Гур или Камо Гридеше, что это не полезно, я не могу сказать. Есть фильм, допустим, «Искупление», для евреев поставленный фильм. Ну, или «Еремия». Есть фильм. Я двумя руками буду голосовать. Эти люди, они ничего не показали плохого. Ну, надо смотреть. Ян Датулс говорит, они купаются голые там. И ты после этого на свою жену смотреть не хочешь, насмотрелся там. Ну, здесь-то другое. Он об этом не знал, Иоанн Златоуст. И так механически переносить слово «актер» на сегодняшних нельзя. Но, я скажу, у Петра одна из самых неудачных ролей, это в «Острове» была. Он показал современное православие мертвое, дохлое. Неверное, абсолютно. Но они-то считают, ой-ой-ой, шли там, и Павла Лунгина там награждает патриарха. И думаешь, о-о-о, Бога не знает, ни патриарх, никто. Да они бы вызвали Петра и сказали, ты еще для чего карикатуру поставил. Они сглотнули это. Вместе на голый крючок попались. Они же считают, вот это православный ходит, Иисус его молитву творит. Прошло 20 лет, он не может опомниться. Но он убил, ну даже убил, Павел что, ходил в Господе Иисусе, читал по острову. Бог избрал, он сразу пошел благовествовать. Пошел там в пустыне, сколько он был в пустыне Аравийской, в Аравию пошел. Петр Мамонов показал современное православие, и оно как бы положительное. Это самый отрицательный пример был. Там и с бесами он подражает, кукарекает, хватает. Главное больше исповедуйся, чаще причащайся. Это именно такое и есть оно. Я уже говорил об этом. Вот страсти Христову показывают, я этот фильм даже смотреть не хочу. Я абсолютно его не воспринимаю. Хотя там одно битье и проще, не знаю, я внутренне никак нет. А вот фильм Иисус, так называется Иисус, по Евангелию от Луки, лучшего нет. Все по Евангелию, все как надо. И распятие какое, там никакого, именно так как есть, там бичом стигают. Ну все как по Евангелию. Как они тщательно готовились. А тут видно, просто нашли в торопях, в одном зале все состроили. А там только 150 тысяч человек принимали участие. Видели, какие толпы, какого артиста подбирали, какой он играет. Я даже думаю, Христос чем-то похож на был на этого артиста Дэнн. Какой-то Дэнн или как его. Он умер, говорят, в прошлом году. Исполнитель роли Христа. Есть фильмы, которые нужно прямо пропагандировать, как вот пророк Иеремия, Иосиф, Иаков, Моисей, Авраам. Ну, хорошие библейские фильмы. И приравнивать их к каким-то блудным, о чем Златоус говорил, ну, это будет большая ошибка, даже не натяжка, а искажение. Златоус об этом не говорил. И тогда такое не ставили. Не было этих постановок на библейские мотивы. Слишком, это слишком большая композиция, и слишком много задействовано должно быть, и большой, огромный талант. И думаю, что таких артистков, как русские, вот как Олег Кенковский, ну, считаем, которого Ульянов, Михаил, да в Америке их таких даже не было. Ну, возьмите, Евсигнеев Евгений, или Евгений Миронов сегодня, с ними даже сравнить-ка никого нельзя. Я и у «Идиота» разные постановки смотрел, но когда увидел, сказал, лучше не сыграть. Он играет, ты просто веришь, что это именно идиот, князь Мышкин. Или как он там был? Ну, вот так. Ну, и вот, как бы, продолжение в этом вопросе. Вот есть детские мультфильмы по Библии, вот, скажем, я вот по своим детям смотрю, как-то хорошо они усваивают и запоминают сюжет. Я думаю, ведь это тоже полезно. Вот детские библейские мультфильмы, прям по Ветхому Завету, допустим, там, «Царь Давид», «Пророк» или нет. То есть это очень полезно. Вот, там, Абраам, там, Моисей. Ну, и фильмы другие от сегодня смотрел про охоту, про зверей. Два дня назад я смотрел про мавзолей Ленина, как вымачивают, как хоронят, как других там бальзамируют. Почему? Златоут говорит, это самое полезное. Где людей осуждают и где хоронят, это самое полезное. Я себе подумал об этих, ну, когда многое знаешь из Библии, то тебе много Бог мыслей дает. Вот. Смотреть не запрещено, но все должно быть под контролем Священного Писания и Святого Духа. Ты просто помолись и посмотри. Никакой игры не должно быть в доме. Затем намертво стой, чтобы сын даже не видел и не знал. Никогда, сынок, не преклоняйся к игре. Это от сатаны. Это хуже наркотика. Я даже поставил сейчас уже в правило, ребенок, который играет, не принимать в лагерь. Они бесноватые. В интернете показывают. Которые играют в компьютерные игры. Компьютерные, понятно. Они бесноватые, ребятишки. Хорошо, Игорь Николаевич. Тогда вот еще... Про другое хотел сказать, если не закончили, про артистов. Допустим, художники. Я сегодня был в музее. У Андрея Ткащева, такой священник есть, он говорит своим, что вы считаете и классику, ну, должны быть образованным, ну, что вы такие тупые-то. И говорит про музеи. Конечно, можно сказать, куда священник толкает. Ну, музей-музей-то разный. Я вот был сейчас в Германии, нас повезли в большой музей. Там замок, там лезешь сколько. Огромный-огромный. И там пыточные эти приборы, как людей пытали. Я вышел с тяжелым чувством оттуда. А сегодня был какой-то музей образования, кажется. И я туда носил даже экспонаты. У меня знакомая была, она хважала за бабушкой. А эта бабушка-то, как-то она была какая-то ученица, или какой-то директрисы, которая умерла, дореволюционная еще. И эти большие, огромные фотографии. Я подарил им, и они там у них и висят. И вот какие были люди, показывают, там, по горной промышленности, департамент, какие награды были. У них не было чем писать перо. Ну, я им там гусиные перья отнес, прям крылья отнес. Это неплохо. И у меня такие размышления. Я стою там и молюсь. Я просто хотел сказать, что просто ходил в музей, это может быть осудительно для кого-то, но я иду с определенной целью. Чтобы увидеть, эти князья, люди жили, имели, умерли, сотлели. Это участь моя. С чем я предстану? А где они находятся? Это к размышлению ведет. Вот так. Хорошо, Игорь Смик, благодарю. Тогда еще такой вопрос. Близкий кино, но, на самом деле, он про музыку. И тоже вот мы с братом периодически о нем говорим. Скажем, человек, вот он профессиональный музыкант. Кто профессиональный музыкант? Музыкант, да. Ну, он, да, брат. И он, в общем-то, тоже обратился. Такой достаточно ревностный человек. И вот тоже полемика. Вот путь Христов и музыка, это будет эстрада. То есть, понятно, что в музыке ведь тоже неплохо. И царь Давид был псалмопевец, вот, искусственный. Вот, если перевести это на современные реалии. Вот музыка и христианство. То есть, понятно, что это профессиональный музыкант. Он же не духовную музыку пишет. Понимаете, если человек верующий, он вычленить необходимое, нужное. Есть Вивальди, есть Бах, есть Бетховен. Ну, есть классика настоящая где-то. А есть просто народная песня, народная. Я люблю определенную, я люблю тебе жизнь, что само по себе и не ново. Ну, почему дома не сыграть и не спеть-то? Слова-то и дальше сказать, он не знает выхода. И подсказать. Или вот я люблю Орленок, Орленок, взлети выше солнца. Я бы был на стороне белых. Я так же воевал бы, так же вели на расстрел. У меня все буквально здесь. Я люблю эти песни. Люблю. Это хорошие песни. Но они не из нашей репертуара. А есть сборник духовных песен. Там около тысячи баптистов. И у нас тоже поют. Есть такое. Был у Христа младенца сад. И много роста взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтобы сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок, в твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него. И капли крови вместо роз чело украсили его. И поется. И капли крови вместо роз чело украсили его. Музыка Ребикова и Чайковского Петра Ильича. И она поется. И поют баптисты. Это православное. Стихотворение, правда, из ирландских мелодий взято. Я просто любитель поэзии. У меня нет это. Я музыка, я на гармошке-то играл. Ну вот играет хорошо, я скажу, на гармошке. Игорь там растеряев или как он? Да, растеряев. Да, у него там посещаемость 4,5 миллиона. Вот много есть хороших музыкантов. И значит, надо, чтобы люди учились играть. Играть, если он музыкой увлечен. Его побуждать к этому. И хорошая музыка. Много, значит. На гуслях, когда Елисей нужен был пророчествовать, он призывал гуслисты. Гуслист играл. И во время пения сходил Дух Святой. И когда Давид играл, Дух Злой отходил от Саула. И на небе, видим, говорит, и они положили гусли к ногам Христа. Значит, на небе. Ну, надо понимать, конечно, образно. Но здесь на его это было. Ну, и как я могу сказать? Гусли надо, а гитару не надо. А почему не надо-то? Ну, нельзя просто прицепляться к словам. Вот один тут и Архимандрит. Вы говорите, что там звезды, астрономия. Не надо верующим. Им запрещено это. Я все места, как выписал, святые говорят. Как Давид говорит. Земля, луна и небо. Хвалите Бога. Последний псалом, посчитай. Луна и звезды хвалят Бога. И как на звезды Бог дал. Определять путь. Луна для определения времен, месяц луны-то. И святые говорят, смотря на звезды, мы возносимся дальше туда. А вот с чего он? А паства ничего не знает, и он давит ее. С чего давишь-то? Когда звезды, это свят, свят, свят Господь с тобой. Вся земля полна славы. А в другом месте, говорит, земля и небо. Хотя тут, говорится, высота и только земля. Земля, небеса проповедует славу Божию. Какие небеса? Не воздух же один только. Это луна, звезды, солнце, облака. Ну вот, какой есть талант. И это в детях особенно замечать надо. И к этому поощрять, не препятствовать. А учить его будут где-то в консерватории и петь. Конечно, не увлекаться этим, что Ария где-то. Он может исполнять божественные гимны и благодарить Бога. Надо просто просить у Бога таланта, направить талант в нужную сторону, его развить. Ты видишь, тут Володя у меня пришел, дальше-то никого не было. У меня автозапись идет здесь. Сергей этот парализованно установил, хорошая запись. Ну а сейчас он тогда, я два отсылаю ему ролика, он тогда вот этот и автозапись. Ну и так меняет. Что-то ты не заболел, Леон, давно его. Второй день не выставляет, третий день уже нет. И в интернете его нет. Я и вижу, что в интернете она не горит. Благодарю за помощь. Сказали там батюшке, что ему посылали, передали. Чтобы деньги не тратить, прям там у Сергея, видимо, получил. Да я все там у Сергея. Да. Ну, ну что пришло. Иди сюда. Иди ко мне. Опа. Смотри. У меня двое такие у меня. Это кто, она или он? Он, он, он. Он, он там где? Вот он, вот он. Это котик сидит. Видишь какой? Красавец, посмотри. Красивый, хороший кот. Вот он где. Это мышатники. У меня голуби. Дежурство, вахтовый метод. То одни, то другие. Сейчас еще одну покажу. Подожди, шнур давай. Эээ, кусать. А вот она, мать ее. Подожди-ка, я возьму ее. Тут не хватит мне, нет? Ой, давай-ка сюда. Покажу я тебя. О, их не отличишь. Это вам-ка его. Вот она какая. Ну что, а хвост-то какой. Пушистый, вот она. Ну характеры разные. Своего рода. Лиса. Так, скажи. Ну опять приветствую. Ну-ка, и где ты? Вон, рыжка. Иди сюда, рыжка. Иди, иди ко мне сюда. Хорошая рыжка. Ну, иди скорее. Ну, иди скорее. Вот так. А вот и бабка-мать. Мать-сын, это она ему бабка тому, которого показывал первого. Но она у меня была в командировке больше года в библиотеке. У администратора нашего сайта. И там наводила порядок. Но так приходится. Почему? У меня голуби, там же зерна много. И там мыши и крысы появляются. А когда кошки, там никого нет. Они почищают все. Вот так. Так, ладно, Игорь Михайлович. Да, у меня еще. Сейчас, сейчас еще два вопроса. Давай. Два вопроса не моих, а я когда сказал, что... Хорошо. Садись. Да, тут два вопроса. Значит, один вопрос от брата. Вот зачитываю, как есть. Как воспитать в себе правильное отношение к Богу и какое это отношение правильное? Правильно по Святой Библии. В духе кротости и смирения. Самое правильное. Ты проверяй его на молитве. Мое отношение с Богом проявляется через совесть. Бог на совесть. Правильно или неправильно? Я вам говорил сегодня как. Только подумал неправильно, а тут же побежал скорее к проводнику. А проводник тоже ответил по слову, по совести-то. И у нас получилось, что мы друг другу уже как бы хорошие знакомые. Вот. Проверять себя нужно только по Библии. Считаешь и сравнивай. Себе не доверяй. Конечно, хорошо, когда есть у тебя опытный товарищ, с которым ты можешь посоветоваться и вместе помолиться. Но основное это правило поведения мы знаем. Тут другое. Внутреннее чувствование, вот эти переживания. Я услышал, посмотрел сегодня утром, посмотрели мы цунами. Я много смотрел на это. Ой. Как я смотрю на это? Гляжу, человек поднимается, падает, его несет. Я вместе с ним. Сумел бы выбраться? Нет, там выхода никакого не было. Сверху вот так вот круговорот, деревяшки, дома все идут. Это я чувствую, это внешне. Теперь, когда я читаю о героях Библии, как я к этому отношусь? На какой я стороне? Это мое выковывается, правильное отношение. Мне иногда говорят, вот считают, а я делаю замечание, вы ошибку сделали. Вы наизусть знаете. Нет, конечно. А как вы определили, что ошибка? Одна буква считает неправильно, я сразу остановлю. Одна буква в Библии. Не знаю, я не могу ответить. Я Бога люблю, Бог показывает. Это нельзя знать. Это мой Господь. И бывает с человеком. Познакомился, а он может обманывать. Но я молюсь. И вас не обманывали? Обманывали. Но такое, чтобы я подумал так, а он не так, то нет. Я просто осторожен. Я молюсь. И его приглашаю на молитву. Где-то он может, в наше общее не получится. Он, за рубежом я был, и говорит, мы принимаем священников из патриархии. А не знаем, какие они. Я говорю, пример простой. Вы их к нам отсылаете в Потеряевку вместе с Анатрией. И они через три месяца полностью раскроются. Как они работают, как спят, как едят, как разговаривают, как Библию. И вам будет видно. Вы напринимали самых худших из патриархии-то. Ну, некоторых таких, которые вообще шли, говорится, на ловлю счастья и щенов. Вот и все. Я определяю только так. Человек говорит, ну, вот этот человек, который тот, он о вас так хорошо говорил. Я слышал, как он о вас заступался. Кажется, все, я к нему. Не, на меня это не действует. Я сразу узнаю, как он относится ко Христу. Как он относится к Духу Святому. Как к ересям относится. Я начинаю, кажется, зондировать. А если он относится правильно к Библию, ко Христу, мы будем друзьями, к церкви. А если он ко мне хорошо, а сто отрицают, для меня его как и нету. Я просто буду бросать в яму слова свои. Я с ним беседую и говорю. Один раз скажу. Я с человеком сегодня беседовал. Я говорю, вы только запомните. Я не спорю никогда. Я вам возвесил, вы не приняли. Вы остаете, вы говорите, Егова неправильно. Для тебя неправильно, для меня правильно. И вопрос снятый. Снятый. Я верю то, что святые перевели. Там два канонизированных уже были, кто Библию переводил. Библия – это лучший перевод русский. Нет, начинает не так то слово, не так там по церковной... Да какой церковнославянский-то переводили неприродные люди? И вот церковнославянский десятки раз его уж там... У меня есть Елисаветинская еще, Библия. Библия. Елисаветинская еще на церковнославянском. Они не знали языка. Что там спрашивать? Русский перевод – один из самых лучших в мире. Запомните, синодальный. И на этом все и заучиваю наизусть. Я не дозволяю говорить против русского перевода никому. Я докажу им очень легко в течение одного часа. Я говорю, на семинаре учился, да, но видно, что одна порча в голове. А я не учился, никто мне душу не загаживал пакостями разными. Я знаю, так написано. А как вы говорите, не крещеный, а признаете его моченого Попа? А дальше не рассуждаем. Иначе я должен теперь говорить, а того, кто рукополагал, тот-то был погружен или нет, а перед этим, который был, четыре колена... Ну, никогда мы не узнаем это. А этот тоже крещеный, полное погружение, я его не могу принимать, потому что у него предыдущий был не крещеный. Рассуждение закончено. Так было всегда в церкви. А какой канон? Канона никакого показать мы не можем здесь. Здесь нет канона. Дело совести и опыт церкви. В рассуждениях, вот это, трафаретно это, церковь поставила предел. Он не погруженный? Погрузить его. Так он священник? Погрузить. Так вы подходили под благословение, я подходил как к благодатному, а ему шепнул, прими крещение, пока не уехал. Я епископу это сказал. Сейчас покрестим и крещеный епископ будет. А сегодня ты не крещеный епископ. Не надо дальше заходить. Я с католиками никогда не спорил. Начинает у них Филиоква. Я говорю, Григорий Низский, брат Василий Велик, а Филиоква? А он так понимал, как католики. Да половина святых отцов понимала, как католики. Даже больше может быть. Чего вы спрячете от народа правду-то? Филиоква. В одном месте написано, от отца. И спрошу, отец пошлет. А в другом месте, говорит, я пошлю. Ну и все. Вообще об отце не понимают. Я приду и пошлю. И католики выверили так. Я православный, поэтому считаю, как у нас символ веры. А буду у католиков, я не буду. Я с католиками вообще никогда не спорю. А счстилище? Ну не правда чего не спорить-то. Его нет, я и сказал. Это бред. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. И все, никаких счстилищ. А может будет? Не знаю, не написано. На предположение, гипотезы не сочиняю, как Исаак Ньютон сказал. Все. Дальше. Так, ну и заключительный, если позволите, вопрос. Собственно, это вопрос от моей жены. Но у нас режим, она там детей укладывает. Поэтому его задаю я. Вот она работает воспитателем в детском саду. Родители не принимают объективную оценку поведения своего ребенка. Хулиганит, пакостит, плохое поведение. И вследствие этого родители, бабушки начинают подыскиваться от воспитателя. То есть пишут там кляузы, племету к начальству и так далее. И вот впредь как говорить, ну понятно, что это родители не верующие, прямо скажем. Вот, поэтому впредь как нужно воспитателю говорить, свидетельствовать о настоящем положении дел ребенка. Либо уж тогда, если он желает слышать все только хорошее, тогда вообще ничего не говорить. Надо видеть это дело. Говорить надо. Первый вопрос разрешается. Второе. Драть его надо. Сколько ему лет? Пять. Пять. Драть его надо, как сидоровый указу. Написано, не жалей розги, пока поперек лавки лежит. Это дурь в нем, говорит. Привязалась в нем. Но исправительная розга прибавит разума. И все на этом кончилось. А не, никак, да. Ко мне таких привозили. В течение одного дня встали на режется. Я сказал от бабки, не убегай. А он ринулся. Я его поймал. Очистил его, завел. Никто не видит. Рядом там. Они пилят дрова. Только отпустил его к бабке, и он ринулся в другую сторону. Я опять бросился за ним, поймал. Опять его в пустые пошел шпарить. Теперь иди. Он говорит, а если я убегать не буду, бить не будете? Я говорю, нет, не буду. Он пошел, давай с бабкой пилить. Сразу все. А бабка говорит, ничего не могу сделать. На вокзале везде убегают и все. Не будет убегать он. Еще раз, я тебя запарю. Попробуй так убегать. Ну-ка поди бабе, поцелуй ее. Она везла тебя из Казахстана, такую даль. Но на завтра я с ним, он говорит, а вот я непослушный. Вчера все лазили на вышку, а меня не пустили. Так, я узнал. Правда была? Правда. Теперь у нас бум такой, 35 метров. С разными перекрестями называется, разъезд. И меня на него не пустили. Ну, правильно, ты не умеешь ходить. Я что его делаю? Я теперь ставлю его на бум. Беру палку, даю ему в руку и с ним начинаю ходить и учить его. И он идет нормально. Теперь отпускай помаленьку. Теперь он сам пошел. Ну, а высоко так по грудь примерно тут. Только падать будешь, так ноги прижимай. Я все научил, отошел. Ну-ка, баба, иди, посмотри. Как твой ходит Паша-то? Как он ходит-то? Это здорово как. Теперь на вышку. А на вышку теперь одному нельзя с бабой. Поэтому баба-то была на вышке у нас? Нет, высоко, далеко видать. Теперь полезли вместе. Его не пускали, а я туда его, туда могу только я разрешать. Я на второй этаж тебя не пустили. Я разобрался. А на третий никто не имеет права, только я, начальник лагеря. И я с ним туда залез, дал бинокль посмотреть. Так он ко мне привязался, на шаг не отходит. Я не просто наказываю. Я понял, что ему надо ребенку. И теперь, где его неправильно прижимали. И это разблокировать его надо. И все, пошел играть, и замечаний нет. Один день. Второй день мы уже пошли на поправку. Третий день встает вовремя, играет, купается. Какие вы воспитатели? Меня начинают приезжать профессора, психологи. Все расспрашивают. Мы узнали. Вот у вас наркоманы. И вы в течение, там, две недели что. И он вообще другой человек. Как вы? Бог. Вы каждое утро с вами в пять утра. Мы молимся. Мы благословенно у Бога. Просворы. Святая вода. Батюшка приезжает, благословляет. И я наказываю их за проступки. А как наказывать? А нельзя. Ну нельзя, пусть не приезжает. Родители расписались. У меня бумага. Что они согласны, чтобы я проющил. Теперь он не наркоман. А он увидал коноплю, схватил и трет и к носу сразу. Наркоман законченный. А он теперь не наркоман. Так я лежал в больнице. Они говорят, а мы здесь песню заказали в Москву. И вам пели песню. Ну такое-то, такое-то. Там заказали ему. И почему? Начале детского лагеря. Ну я не слышал, но я благодарен вам, бабушке. Вы не знаете, как воспитывать. Бог знает. Лучшие воспитатели в мировой истории, это те, у кого нет детей. Такие, как Павел, Ян Богослов, Яна Москаменский, Ян Златоуст. Которые вообще не касались. Они знали от Бога. А вы знали из опыта. Одна говорит, у меня детей не было. Я знал 10 методов воспитания. Сейчас, говорит, 10 детей, ни одного не знаю. Сейчас спрашивает. Вот теперь и думает, почему. Библия. И у меня есть семья. Материал к истинному православию книги о семье. Вот там смотри, там все взято. А юстиция отнимет. Ну тогда сиди, не спрашивай, бандита вырастешь. При чем тут юстиция? Она на евреях не работает, на цыганах не работает, на мусульманах не работает. Ты за ребенка горой стой, выучи его, чтобы он никогда не жаловался, ни с кем не разговаривал, в чужие ворота не лез, в чужую машину не садился. Мы детей тренируем. Посторонний это враг, может быть. И все. И дети ни к кому не лезут. 42 года, и ни одного потери нет, ни повреждения. Что-то стоит. Тысячи детей в степи. Приезжали люди, еще только не было. Ничего нету. Почему? Мы в Бога верим. Я отвечаю за них. А вот там кто-то говорит, он говорит, не зная, о чем говорит. Еще раз говорю, последнее у нас воскресенье было, там один говорил, может он просто искушал меня, а может с просонок, говорится, сказал. Да хороший человек, мне это полезно, что он сказал. Я сейчас забьюсь в угол, и больше собрания я буду только слушать. И мы посмотрим, какой климат будет. Я всегда так. Кто говорит, я ему сразу полномочия сдаю и сразу ухожу в угол. У меня нет соперников. Я с легкостью это отдаю. Потому что это неофициальная должность. А за официальное я сражаюсь. Я староста общины. А давай другому. Ничего подобного. Я никогда должность не отдам эту, пока не узнаю. Да меня избирают 100% люди. Пока я не узнаю, что он лучше меня. Лучше будет делать, имея в виду вот это. Начальник детского лагеря. Временно исполняющий может, а я не сдам никогда. Почему? Потому что мне нужно доказательство, что ты поведешь лучше, чем я. Тогда я отойду в сторону. Я не враг детям. А я вижу, что вы ничего не можете делать, как должно. Так только сбоку. А что можете, растите на этом духовно. Вопросы? Все, ребят, я не хочу. Все, отошел. Давай, выключай нас. Благодарю вас. Аллилуйя. Слава Христу. Спасибо, Христос Юрий, что возошел. Я благодарен тебе за все, что между нами было. А между нами было настолько хорошее. Общине, Володе, всего доброго. Будем ждать в гости. Ты его, Володя, наклонись. Увидел? Нет его. Вот он. Да, да, видел. Передаю привет. Мир вам. Слава Христу. С Богом. Отключайся. Сейчас перекачать будем должны. И пойдем поужинаем.